не то чтобы что-то сломалось нет мы просто хотим посмотреть мы же не видели ни разу что там внутри ах блин да столько в одном месте никто ни разу не видел народ всем привет как вы поняли из названия сегодняшнее видео именно про то как мы убили ковру за 17 километров но прежде чем вы узнаете в чем же суть поломки небольшой спойлер тизер я не знаю мы наконец-то отсняли третью часть ильнара те кто смотрел видос на лайв канале про дтп лансера знают я там об этом упоминал уже ильнар третья часть так давно мы хотели уже это сделать и наконец это случилось причем не просто хотели мы уже даже снимали просто вы этого не увидите это не выпущена пара тысячи разных причин есть один классный отснятый ильнар которого никто никогда не увидит зачем я это говорю просто чтобы вы знали вот итак мы отсняли ильнара и этот ролик выйдет прямо вот в этот четверг не знаю я лично этого ждал давным-давно и самое главное он вас немножко удивит точно вот практически всех кто будет его смотреть чем-то он удивит я по крайней мере надеюсь будет обидно если он не удивит кто такой интересно сейчас будет меня удивлять а нет ничего удивительного я и так и предполагал да кстати сорян что так темно мы записываем в спешке у нас сейчас очень плотный график и поэтому вот прям вас на глазах начинает темнеть буквально две минуты назад когда мы начали записывать этот ролик был не так темно а уже темнее просто каждая минута поэтому если в какой-то момент вы меня перестанете видеть знайте я все еще здесь стою просто света нет ладно после того как вышло предыдущие видео я в комментах прочитал столько версий того что мы натворили и самая самая основная часто встречаемая это вы положили мотор дебилы вы положили мотор никто вообще разрешал на нем дубасить до того как вы его обкатали и вот большинство людей реально было уверено что мы просто по тупости своей положили мотор я это в принципе в теории возможно но не в нашей вселенной для того чтобы узнать чтобы не сломалось надо переместиться примерно в тот же вечер когда мы делали сход-развал то есть в тот же вечер когда был сделан сход-развал на кобре мы заметили один очень интересный нюанс вибрация как будто махарик битый нет а я сейчас вперед погони здесь сцепа мне кажется что сцеплеть я подбил вот это красное да есть немного как будто диск подгорел И так, как вы поняли, появилась какая-то непонятная вибрация То есть при трогании идет жуткая вибрация по всему кузову Ну и практически сразу был поставлен диагноз Проблема явно в сцеплении или в маховике Где-то в той области Однако, для того, чтобы узнать, в чем проблема Нужно хотя бы загнать машину на подъемник и посмотреть снизу Вот чувствовали, да? И этого не было раньше Заливай, 5-5-5 О, сейчас было Сейчас было, да Парень еще Взял? И получается, даже без нагрузки она это делает О, стой, 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 стой Гибель, 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 гибель Вообще конец Вот, вот Нам снимать карабас Когда мы глянули ее снизу Стало понятно, что вилка сцепления, вилка выжимная В которой цепляется тросик Жестко трясется, жестко вибрирует Значит, скорее всего, либо сцепление перегрели Убили диск, допустим Или убили корзину, или убили маховик А может все вместе Но за 17 километров как-то подозрительно, да? Меня вот это вот сильно заботит Это все, это, считай Надо снимать сцепку и смотреть Она еще, видишь, красная Какая тюнинная, типа нештатная Многие из специалистов скажут Ну, убилось сцепление, убилось В чем проблема? Пошел, купил, поменял Или пошел, разобрал, понял, в чем проблема Что нужно, поменял Какая-то ерунда Да, ерунда, ребят Ерунда, если вы ездите на Солярисе Или на полоседане Или на куче других автомобилей Коих тьма просто В России, это да Там можно купить запчасти по наличию Бэушные, новые, любые, какие хотите Правда, надо идиотом быть, чтобы где сцепление бэушное ставить Но ладно, смысл не в этом Речь идет про Шелби Кобру По пятилитровый койот на механике Вообще, в принципе, версия не такая часто встречаемая Точнее, вообще не встречаемая нигде Это раз Второе На этой Кобре стоит тюнинное сцепление фирмы Маклеуд Я вообще про такую фирму даже раньше не слышал Однако с завода Фэктори Файв поставила именно его Точнее, с завода вышел мотор явно без него Но когда Фэктори Файв собирала Меняли как раз поддон двигателя и так далее Они поставили это тюнинное сцепление И проблема в том, что найти компоненты этого сцепления Например, выжимной Например, корзину Или маховик на пятилитровый койот Или диск сцепления В России почти нереально И мы очень сильно по этому поводу переживали Но теперь вот эта фигня вообще жесть, конечно Слушай Ладно, что там расставится, все нормально Да, блин, неприятно Получается, как бы, все должно было быть, знаешь, как Собрал и все работает А ты тебя собрал и давай докручивай, доделывай Меня и доделывай У меня это уже хайф есть Если в тяна была в машину, то купил бы целую собранную машину Тебе это не надо, тебе надо вот именно все через это пройти Однако убили Имеем, что имеем Выбора у нас нет Надо снимать коробку То есть, смотрите, кобру еще даже не собрали до конца А уже начинаем разбирать Ну, я ее мыл вчера Елки-палки Я хочу, чтобы грязной не стало опять Она сейчас вся будет в раз... Да нет Нет же, наоборот, я... Дима, смотри Впервые в жизни я забочусь о твоей машине Ты просто не хочешь, чтобы я посреди ночи уехал Нет, я просто хочу, чтобы ты всегда высохла Ладно 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 Поехали Давай сразу не забавляем скорость Разгоняй ее Разгоняй Давай Изично Заходит Давай Вот Устал? Ну, ты потяни его одышку Я говорю Слава устал За сколько мы ее снимем? За час Слава сказал, что за час снимем ее Сейчас вот откручу этот болт и с Диме на голову мотор упадет Как в американских фильмах, вот так вот Типа Или в рекламе сервис Типа Мы отремонтируем ваш автомобиль Обращайтесь к нам Из моей фавы, блин Взял шестигранник, еще нарастил его Ой, блин Видел бы тебя мой дед Он, блин, танки ремонтировал в окопах Меня замер мощностью порадовал тем, что Проблемы с расходомером и с прочей фигней Они только на холостом ходу Это говорит о том, что Скорее всего у нас проблемы не там, где мы их ищем Проблемы не с самим расходомером Не с подключением его А проблемы с тем, что у нас Где-то вакуумная система неправильно подключена И все Поэтому у нас на холостом ходу Идет слишком много через Расходомер Через впускной фильтр А должно еще, допустим, частично Подсасываться из картерных газов И еще откуда-то В этом проблема Вот мне интересно На травмированную ногу можно спрыгивать? Давай Нет Да ну я что, дед старый что ли? Ну давай, ладно, согласен Это было максимально быстро Вот видишь, он Слава просверлил и порвал этот пыльник Блин, стартер вообще конец На В8 стартер вообще, смотри Вообще ничего не весит Ага 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 Что мешает? Сверху рычаг Поймался, нет? Нет Ага 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 Блин, что-то мне в коленки стреляет Наверное, это не связано никак с тем, что я делаю Вы что-то? Да Ага 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 15 секунд, а ты его на камеру это покажи. Лид МС Леод. Ой, там даже игольчатый подшипник есть внутри этого маховика. Почему-то НОДУЛЯР, а должно быть МОДУЛЯР написано. МОДУЛЯР это серия вот этих двигателей. Грусть тоска ожидала нас после снятия коробки, потому что мы увидели и на корзине и на маховике следы перегрева. Следы вообще локального перегрева видны практически сразу, потому что металл, ведь он одного цвета серебристый, а в местах локального перегрева он меняет цвет на фиолетовый. И мы увидели эти следы и на маховике, и на корзине. И начали уже немного нервничать. Почему? Потому что если окажется, что, допустим, мы убили корзину сцепления, то следующую, просто даже заказав ее, ждать нам 100 лет, где мы возьмем ее? Ведь стоковое ставить тоже нет смысла, надо ставить именно такое же тюниное. А где взять в России корзину МакЛеод под 5-литровый койот? Да я знать не знаю. Но я вам сразу говорю, я посмотрел кучу сайтов объявлений и нигде, естественно, ее просто так не нашел. Для тех людей, которые спрашивали, правильно ли мы поставили тормозной диск. Вот эта стрелочка. И на суппортах тоже есть стрелочка. Здесь есть ребра жесткости с торца. И людей сильно волновал момент. Ребра жесткости стоят не перпендикулярно вот здесь, а они под наклоном. Получилось, что мы их поставили так, что у нас ребра идут вот так вот. Ну то есть колесо крутится, а ребра стоят относительно диска вот так. И люди говорили, надо ставить наоборот, чтобы они вот так стояли вниз, чтобы они как бы загребали воздух. Но люди только не понимают одной простой вещи. Это не забор воздуха. Откуда здесь его забирать? У вас колесо, диск колеса здесь. Откуда его забирать? У вас воздух здесь центробежной силой от центра. То есть как работает помпа. Если вы посмотрите помпу, любую на автомобиле. У вас она из центра засасывает и по центробежной силой раскидывает, грубо говоря, по краям. И турбина также работает точно так же. Из центра засасывает и давит в улитку. Здесь засасывается через центр и центробежной силой выбрасывается изнутри на колесо. И поэтому они вот так стоят. Если ты вот так их поставишь, то выбрасываться будет как бы в сопротивление. А они идут как раз по ходу движения. То есть все абсолютно правильно, ребят. Коты ходили, смотри. Вся сидушка в кошачьих лапах. Главное, чтобы они не нассали там. Короче, произошло такое событие. Мы вроде потенциально договорились с одними ребятами на тему того, что они будут ее красить, эту машину. Соответственно, они приехали, даже посмотрели ее. Там типа крутой сервис, такой весь себя через знакомых. Кто-то скажет, почему ты не отдашь, например, Ване в кастомбокс или туда, где красил лимонку. Есть разные обстоятельства. Во-первых, у Вани сейчас загруз. Ну, вы знаете, он там со словом пацана ремонтирует до 69. Да и плюс у него всегда большая очередь. У Вани хорошо делает, поэтому у него много заявок. Во-первых. Во-вторых, почему не делают там, где красил лимонку. Потому что ребята переехали, и у них теперь нет кузовного. Ну, они там, у них нет камеры, и они поэтому, в принципе, не берутся за такие проекты. Так вот. И вроде бы все нормально, все. И мы как бы поговорили, и такие, ребята, ну давайте, ладно, вы назовите цену. Вот, соответственно, сколько это будет стоить. И дальше уже начнем действовать. Они такие, окей, все. Мы берем таймаун, такие, денек, день-два, и потом скажем. Проходит день-два, и мне присылают сообщение. Знаете, сколько они попросили за покраску этой машины? За то, чтобы выставить двери, капот, багажник, вышкурить все швы, зашпаклевать, вышкурить всю машину, полностью покрасить. При том, что, смотрите, разбирать ее не надо. Фары, все снято. Эти дуги снимаются, чтобы вы понимали. Их просто снять, и все. За эту работу они запросили триста восемьдесят тысяч рублей. Я когда услышал, я говорю, чего, сколько? Я ожидал услышать, ну, восемьдесят, ну, сто тысяч рублей. Ну, блин, сто двадцать вот прям предел. Но не стоит больше эта работа. Вы скажете, нифига, тут как бы, может быть, тут какие-то особые условия, требования. Да нет. Это как бы не сверхсложная работа. Но триста восемьдесят тысяч, я как услышал эту цену, это, это не просто нереально. Смотрите, я красил полностью Шкоду, лимонку, вы знаете об этом. Ребята, которые ее красили, эту машину получили, разобрали снаружи, там вырезали стекла, там еще поснимали, поразбирали все. По пути поменяли поворотник, поставили везде новые клипсы, я прям требовал это, они все везде новое. Где-то что снимали, все клипсы, которые вызывают подозрения, менялись на новые. Полностью всю покрасили машину, отполировали, собрали обратно. И за эту работу, ну, вы знаете, если кто смотрел ролик про лимонку, попросили сто пятьдесят семь тысяч рублей. За разборку, подготовку, окраску, замену некоторых элементов и сборку обратно, сто пятьдесят семь. Да даже сто пятьдесят семь, это не самая дешевая цена, не самая гуманная, можно было найти дешевле. Но они сделали, делают качественно. Я бы с удовольствием отдал им. Вопроса не стояло даже, да, не было вопросов, мы будем красить там. Они, а я звоню, они говорят, блин, мы сейчас переехали, пока камеры у нас нет, пока, ну короче, они переехали на новое место. Они на том месте сидели двадцать пять, по-моему, лет, очень долго они там сидели, с девяностых годов. Переехали на новое место и еще не успели обустроиться. Но триста восемьдесят тысяч, я даже не знаю, это, я не буду называть этот сервис, но если ребята из этого сервиса смотрят это, услышать такую цифру было унизительно. Вот реально, я другого слова не понимаю, унизительно. То есть, от меня как будто ноги вытерли, когда мне сказали, что эта работа будет стоять. Если бы я был, блин, я не знаю, баянистом каким-нибудь или там, я не знаю, поваром. или там, я не знаю, переворачивали телем пингвинов, или какой-то любой другой профессии, человек далекий от автомобилей. Я бы, наверное, сказал, ну да, вроде машина-то не дешевая, как бы, наверное, столько стоит. Я не знаю, просто мне, я как услышал этот оценок, и вот смысл в чем, буквально на днях мне от них еще раз сообщение приходит. Я им там записал голосовую, я говорю, вы что, блин, сумасшедшие, что ли? Вот, приходит там сообщение, ну ладно, двести восемьдесят. Ты как Флиннстоун, да, бегаешь сквозь дырку в полу. Лучше бы они сказали, что мы не возьмемся, вот серьезно, я бы хоть не так бы, они сейчас, я просто, лично в моем мнении по поводу этих ребят, я никогда не хочу больше с ними сталкиваться. Просто за то, что они так пытались поступить. Это жопа, имею ввиду. То есть, это задняя часть, перец с той стороны. Итак, какую же тачку купил себе оператор Дима? Вы узнаете об этом прямо сейчас, после рекламы. А спонсор сегодняшнего выпуска, ректальные свечи Огонек. Огонек, у вас никогда не будет проблем с хейтом. Ладно, итак, какую машину купил себе Дима, все и так знают. Это Ауди ААА16. Никому не интересная унылая какашка на вариаторе. И Дима это вырежет, он всегда вырезает. Я в каждом видео говорю, что Ауди переднеприводная на вариаторе. Это самое гов... Дима продал свой полузедан, потому что появилась возможность купить Ауди А4 Б8 полноприводную на механике. Я говорю, это отличный вариант, полноприводная Б8 Ауди. Да, на двухлитровом моторе с АВСом, который раскачивается. Ставишь К0, 70 тысяч тратишь, ставишь К0, плюс кулек, плюс, ну ладно, выпуск весь, плюс частично впуск. Ну ладно, 100 тысяч. И получаешь 400 сил, 400 без метанола. Просто сумасшедшие 400 сил на механике, настоящая Quattro. И он променял эту Ауди. Ну понятно, оказалось, что она там убейка, конечно, та именно, которая вылезла. Мы просто ее не посмотрели. Сначала, естественно, мы действовали, как и должно быть. Сначала продал Диму полузедан, а потом только мы решили посмотреть ту машину, которую, как бы, планировалось купить. Оказалось, что она не очень. Вот. И Дима на эмоциях пошел и купил вариаторный 1.8. Ну и ладно, если к мотору нет претензий, у меня к мотору нет претензий. Нормальный 1.8, раскачать его можно. Но переднеприводную на вариаторе. То есть, как бы, ожидание, реальность. Вон Туарек, он кашляет, смотри, стоит. Вон, первый. Убейте меня, блин. Примерно месяца два назад, месяц два, я уже не помню, когда, я смотрел один видос в интернете. И я увидел там рекламу одной компании. И вот, сам не понял, как эта тема вспомнилась мне. Однако, эта компания занимается ремонтом и, самое главное, доработкой сцепления. Могут поменять вам, например, фрикционы на какие-нибудь кевларовые. Или там, например, проточить корзину или что-то еще. Короче, речь идет про видос Стариколовского. Какой-то из видосов, по-моему, сборка ламбы очередная или еще чего-то. В одном из видео я увидел, что они как раз на, по-моему, на ламбу или на Феррари. Я вообще не знаю, в чем разница. По-моему, это одна и та же машина. Просто разного цвета. Красная и синяя, там, эти ламбы и Феррари у него. Несуще важно. Короче, в одном из видео я увидел, что он возил сцепление в компанию, которая его усиливала. Для того, чтобы это сцепление могло держать момент, производимый его двигателем. Потому что они его практически сразу, по-моему, убили. Газанули пару раз, у них диск провернуло. Вот, я отыскал это видео. Долго искал. Вообще пытался вспомнить, где я его видел. Отыскал. Нашел это видео. Нашел эту компанию. Позвонил им. Рассказал всю историю. И они сказали, высылайте. Высылайте, потому что они находятся в Питере. Блин, вообще в такой темноте снимать ролик. Что только не сделаешь, чтобы Дима завтра не ехал в Москву для съемок этой генлинии. Поднюху, 5-литровый V8 гоняй. Давай, за 4 секунды до 100. Смотри, вон он, геркулес. Давай, разгазовывай, не заедешь же. Я руль сломаю, не надо. Давай, рули давай. Е-е-е-е. Ну и что, блин, полторы лошадиные силы, блин. Давай, разгоняем, разгоняем, разгоняем. Ни хрена себе здесь датчик положения каленового, ты посмотри на него просто, блин. Он из соседней области. Подключаем, установлен. А вот это знаешь зачем? Блансировка. Красава. Хоть кто-то, вот Гриня, если бы ты не сказал, он бы не знал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, первую. Эй, а что сцепления нет? Дима, не снимай здесь ничего, блин. Там по коренвалу. Коренвал? Нормально. Все. Слава, выиграй голову, иначе себя разрубят пополам. Чест. Я не хотел, блин. Слишком задрали его. Что случилось? А, ты эту фигню хотел, я понял. Стой, погоди, она что еще и вот так делается? Типа, чуть покороче, да? Да. Это если у кого-то... Если у вас... А! Только летай его, блин, елки-палки. Да. Это если тебя покороче, то ты ее встыкаешь покороче, да? Да. Все, я ставлю на стоянку, будем ездить на четырке. Пошел. Ну нормально. Будем, говорит, ездить на четверке. Ты хочешь ездить на четверке? Ну вот смотри, вот это что это такое? Вот это что такое? Это человек, что любит машину. Ну вот это вот что такое? Я хрен его больше буду возить, заколебал, блин. Ну так нельзя же ездить. Везде мусор, везде всякая дрянь, блин. Ильда! Ну вот это вот что это такое, блин? Что это такое? Вот это вот что такое? Блин, ты непонятно кого возишь, а у меня спрашиваешь. Я-то откуда знаю? Я как сюда не приду, везде срач постоянно. Я говорю, Слава, это что такое вот это вот? Что это? Зачем ты сахар кидаешь? Зачем ты кидаешь сахар? Вот, 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 видишь, человек культурный сидит, чисто, аккуратно. Вот ты, я там все время езжу и посмотри, какая чистота. Я тебе, блин, в лимонке так все и, блин, не наступал. Я не наступал? Вот сюда вот, не надо задевать, блин. Вообще надо будет бахилы выдавать. Заколебали, блин. Как свиньи. Так, едем, отдаем степу. Ты что это у меня тыкаешь камерами? У Слава ренджовер сломался, иди вон подсними, как у него одна подсветка не горит. Вон нам на багажнике. Где? При этом машина даже не сообщает об этом. Да, и тут еще отдельная тема. Мы приехали поотправлять эту цепуху, и там чел такой веселый сидел. Ой, блин. Белки-палки, здрасьте. Забирайте. Это вам. Отправляем в Питер. Если даром... Почему даром-то? Нифига себе, оно стоит дороже, чем в ваших помещениях это. А вы же никак, почитайте, вы не кинаете, не шпыняете? Мы нет, у нас два не знают. Это вообще, вы понимаете, что это ценная штука? Я очень хотел бы, чтобы кто-нибудь... Давайте упаковывать. Нет, есть упаковка. А вот это нормальная упаковка. Пупыльчатая. Что это такое? Это мало. Вот. Посмотрите вот сюда вот. У нас регламента особого нет, хочется показать две девочки. О, а есть нормальная компания. Деловые деньги какие-нибудь, которые цельценно относят к грузу, блин. Они даже это в пакете, в пятерочке, вон, кидали, пошвыряли. Там не доедет. Трезут дрова какие-то они. Можете коробку там пройти, если там есть коробка по коридору. Могу предложить вам сточки. Но франшиза нам разрешает, допустим, скучно. Блокслава, почему франшиза это плохо? Слава, ты в узбеке работаешь, что ли? Если вы говорите, что она уже ценная, но я говорю, что ценная, чтобы вот так вот прям отправлять. Почему? Так кидать не будут? Мне кажется, кинуть 22-килограммовую коробку, это надо дарм-хау. Слав точно работал на почте России, да? Все, давай, я сейчас скотч мучканул. Фух, твою мать, это было очень опасно. Она оказывается как неваляшка, смотри. Смотри, в одну сторону все время. А почему вес написано 0-0-0? Потому что программа не прогрузилась еще. Что-то я был аздыки вообще лучшего мнения. Это все похоже на почту России на самом деле больше. То не работает, то не работает. Нам сдать, не разрешают продавать заслонник. Поэтому все остатки. Какой-то сдэк. Эгоцентричный. Спасибо большое. Я думал, что только почта России из пинка, блин, доставляет посылки просто там. Вот есть же куча видосов в интернете, где там чуть ли не вот так вот ногами выпихивают эти посылки из машин. Оказывается компания сдэк делает примерно точно так же. И об этом сам чел этот сказал, который сидел. Он такой типа Ой, ребят, да насрать там всем. Да он всем пофиг. А он заматывает. Вы лучше заматывайте посерьезнее, а то может не доехать. И мы его там замотали это сцепление в кучу коробок, в кучу попырочной пленки во всякому. Потому что если окажется, что это сцепление потеряется, не доедет, сломается или что-то еще. И его невозможно будет восстановить. То кобра автоматически встает на прикол на тысячу лет, пока мы не найдем другое сцепление Маклеот. Где его взять? Вот. Кто скажет, блин, столько геморроя, ты тут рассказываешь. Это всего лишь сцепление. Согласен. Фигня вопрос. Но когда у тебя уникальное сцепление, и его уникальность заключается не в какой-то супер крутой технологичности, а просто в том, что его нету в России такого. Где его взять? Причем от старого койота не подходит. Я уже даже это посмотрел. Чтобы вы понимали, это сцепление ценнее, чем, я не знаю, чем жизни некоторых людей. И очень хотелось бы, чтобы оно, если что-то можно не точить, лучше не точить. Мое мнение, что надо сделать максимально хорошо, близко к заводскому и без лишних там, ну, неприятностей. Вот так. И так, когда привезли сцепление к ребятам, первое, что они сделали, это диагностику. Потому что нам нужно было понять вообще, что случилось. То есть, кривой ли у нас диск, кривой ли маховик или кривая корзина. Так, ну что, приехало сцепление к нам от Shellby Cobra, от Eldara. Вот жалоба в том, что есть вибрация, когда начинаешь трогаться. Отпускаешь педаль сцепления и машину трясет. Вот, что мы заметили после первого осмотра, так сказать. Это то, что на корзине неравномерный износ. Вот, есть пятна перегрева на одной стороне. И на маховике также пятна перегрева на одной стороне. Вот, выжили, проверили. Оказывается, корзина неравномерно выжимает и поднимает свою плиту. Тем самым, сначала одной стороной начинает терять диск. Скорее всего, отсюда и вибрация. Поэтому, все прокатаем, все измерим точными приборами на точных станках. И после этого уже сделаем заключение, в чем именно дело и что не так, что кривое. Короче, после диагностики ребята сказали, что им необходимо будет точить и корзину, и маховик, а диск лучше всего переклепать. И переклепать, естественно, ну, явно не на обычные фрикционы, а на кевлар. И этому я, конечно, был несказанно рад. Обошлось это в космические 13 с половиной тысяч рублей. Это не дешево. Можно, например, купить три комплекта сцепления на какой-нибудь там автоваз. А здесь просто ремонт сцепления обошелся в такие деньги. Однако, в то же время, они меня и успокоили. Они сказали, что у нас стоит 380 или 385 диск. Это, наверное, они про его диаметр. Вот, и они сказали, что этот диск способен переваривать гораздо больший момент. То есть, он установлен в этой кобре с огромным запасом. То есть, для нашей мощности в 420, короче, до 500 сил, они сказали, что, по-моему, 340 диска хватило бы. А у нас стоит еще больше. 365 или 385. Короче, у нас стоит сцепление с огромным запасом. И они сказали, что после того, как они его, соответственно, переделают на кевлар, нам можно вообще забыть про эту проблему раз и навсегда. А также, они сказали, почему это получилось. Мне было интересно, какого хрена мы взяли, это то место, куда мы не лазили. Ладно, если бы мы на рукожопили, но нет. Это именно то место, куда мы ни разу не залезали. Мы получили мотор вместе с коробкой и просто воткнули его в машину. Оказалось, что сцепление нужно притирать. Оказалось, что с завода, якобы, вот это сцепление, оно имеет определенные неровности, тот же диск, и оно должно притереться. Ну, как тормозные колодки к тормозным дискам. То есть, у вас вроде бы есть точное изготовление, однако, в идеале, они должны притереться друг другу. Так вот, со сцеплением то же самое. Это значит, что нам необходимо было какое-то время без лишней нагрузки на этой машине поездить, для того, чтобы сцепление притерлось к маховику и к корзине. Короче, ребята сказали так, что если бы мы, допустим, просто бросали бы сцепление, то есть разгазовываешь мотор, бросаешь сцепление, то мы бы его не перегрели. А перегрели мы его именно потому, что в какие-то моменты мы разгазовывали мотор, как вот на моторе 1.6. То есть, когда ты хочешь буксануть на какой-нибудь моторе 1.6, и у тебя не хватает мощности, ты на полувыжатом сцеплении, то есть разгазовываешь мотор, и на частично выжатом сцеплении, соответственно, получаешь тот самый букс с места. На этой кобре этого делать не обязательно. Надо было просто бросать сцепление, и ей хватит мощности, чтобы не заглохнуть. Ну, это естественно, я думаю, это всем понятно. В общем, неправильная эксплуатация привела именно к этому. И я также попросил ребят, что когда они переделывают сцепление, чтобы они его еще и сразу каким-то образом по чуть-чуть хотя бы притерли. Потому что я им сказал, что на этой машине вряд ли кто-то когда-то будет притирать это сцепление. Нет на это времени. Мне нужно, чтобы я его поставил, сразу прям вот завел и дубасил нафиг этой тачке. И также, помимо этого, они сказали, что на самом деле мы могли даже этого не делать всего. Посмотрев именно на искривление диска, на корзину и на маховик, они сказали, что мы могли вообще ничего не делать. Мы могли в таком же виде просто ездить дальше, не снимать сцепление, не отправлять его на ремонт. Оно бы само рано или поздно притерлось бы. Даже учитывая, что уже есть вибрация. Окей, вы потеряли тринадцать с половиной тысяч. Ну ладно, не потеряли, все-таки теперь у нас будет кевларовое сцепление. И если вы сейчас подумали, что вот эта ситуация с поломкой, сцеплением и так далее откладывает нашу отдачу автомобиля в кузовной, то вы просто плохо нас знаете. Нет, совсем нет. Как ни странно, снятая коробка и снятый вообще маховик полностью, все-все-все. И, по сути, недвижимый автомобиль, то есть его нельзя завести и на нем куда-то поехать, не стал причиной того, чтобы не отдавать эту машину в кузовной. В кузовном, в принципе, по барабану, ездит она или нет, заводится или нет. Потому что их основная задача сделать кузов, подготовить его и покрасить. И вот тут мы плавно переходим к тому моменту, куда же мы отдали кобру на кузовной ремонт. На самом деле не ремонт, а на покраску, подготовку и покраску. Итак, что происходит? Машина готовится к отправлению. Вот это, друзья, вот этого вот пирата, вот снимите его, вот друзья этого человека мне зарядили денег столько, что можно купить Ford Focus, хороший прям. 380 косарей, блин, это не реальная цифра. Поэтому мы нашли нормальных людей за нормальные деньги, правда, находятся они в Питере. Поэтому эта машина, возможно, сегодня вечером, а может быть в любой другой вечер, отправляется в Питер. Вы даже не знаете куда, а я скажу. Или не говорить. Ладно, скажу. К машинаторам. Да, уж кто умеет сработать со стеклопластиком, так это они. Поэтому она и отправляется к ним. Вот и всё. Пара-бара-бам. Самым логичным, наверное, было отдать машину из стекловолокна на подгонку элементов из стекловолокна тем, кто занимается изготовлением автомобилей из стекловолокна. Поэтому, вслед за сцеплением, через пару дней в Питер поехала и Кобра. В какой момент я не заметил, столицей мира стал Питер. Почему я не... вот если кто-то думает, что мы обратились в компанию по ремонту сцепления в Питер только потому, что увидели рекламу. Нет, когда я увидел рекламу того, что существует в компании по ремонту сцепления, первое, что я сделал, это начал искать её в Москве. И я не смог её найти. Не потому, что их нет, потому что я, наверное, хреновый поисковик из меня. Я в Яндекс меня, наверное, на работу или в Гугл не взяли бы точно. Я не смог найти в Москве компании, которые занимаются ремонтом сцепления. Каждый второй на сайте пишет ремонт сцепления, только ребята просто его... Ну, это просто сервисы, которые снимают сцепление и меняют его, допустим. А именно переклёпывать, например, фрикционы на диске сцепления или точить маховики и корзины. Это такое, знаете, немного специфическое мероприятие. И получается, что у нас сначала в Питер уезжает сцепление, а потом вслед за ним через пару дней в Питер уезжает и Кобра. При этом едет она к разным людям. Начнём с самого... Беспонтового, это капот. Им здесь надо будет именно выпиливать, чтобы капот мог уйти. Поэтому будут снимать. Давай запишем специально для машинаторов комментарии Кирюха. Так что им надо сделать, говоришь? Им нужно будет снять. Где? Вот здесь, да? А ты отметил? Возьми сразу, отметь, чтобы они знали, что там снимать. Ну, Кирюха, блин. Такие советчики. Тут же ещё надо понимать. Так как у тебя идёт расширение, ну, в зависимости от того, как ты его поставишь, ты же можешь его чуть-чуть сдвинуть сюда, у тебя зазор уменьшился. Чуть-чуть вот сюда сдвигаешь, у тебя уже зазор весь появляется. Я к тому, что у тебя ещё помимо прочего, прежде чем что-то резать, надо сначала понять как. Или тебе придётся вдоль, зачем тебе их пилить, они же нормальные. И его проще сдвинуть немножко и поймать так. Ну, короче, они сами разберутся. Уж чё-чё, стеклопластик это второе имя их, машинаторов. Машинаторы-стеклопластиковичи. Клеим скотч, да. Я думаю, что никуда она не денется. Я говорю, тем более у нас же не будет она. Всё. Кирюх. Ха-ха-ха. Всё. Кирюх. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Всё. Ха-ха. С yeni тирк. Госпус, successfully, вuro endorsements ворончина и отчёт, Ничего лишенца г politically человека, который grenедлили ещё. Ха-ха-ха. Паааа зарпла OxidaQ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, ну прикольно Я, честно скажу, все как-то само собой Все, что связано с Коброй, само собой как-то получается Слава обратился к своему брату, который живет в Тольятти Чтобы он нашел кого-то Потом тот кто-то Короче, все это было через Тольятти Чел нашел машину, которая едет И вот даже напрягаться не приходится Все прям вот одно к одному Сейчас, в конце этого видео Вы можете перейти в описание И увидеть ссылку на видео Машинаторов Они его уже сняли, потому что в тот момент, когда вы видите Выход этого видео, ребята уже Даже успели немало поработать с машиной Поэтому я всем рекомендую Кто хочет узнать дальнейшую судьбу Кобры Она не будет освещаться на нашем канале До момента, пока мы ее не заберем Уже покрашенную, готовую Вы можете перейти на канал машинаторов И посмотреть, что ребята делают с этой тачкой Пара-бара-бам Если уж они Стреколовскому Эту гребаную Феррари Или что там, Феррари, да Смогли из руин поднять просто То, я думаю, с нормальной Замечательной Коброй Они справятся без проблем Естественно, посмотрев их канал Я понимаю, насколько это ребята действительно специалисты Поэтому, ни секунды не сомневаясь И мы это сделали Все, кто хочет посмотреть продолжение Движника по Кобре Переходите на канал машинаторов А на нашем канале она появится Не раньше, чем через месяц Когда они нам ее отдадут обратно Позавчера вышел ролик Про то, первый выезд Кобры Позавчера вышел А сегодня вы видите ролик Который мы снимаем Далеко в прошлом То есть, 20 августа А сегодня уже сентябрь Я уверен, что этот ролик выйдет в сентябре По планам у нас он в сентябре выйдет Офигеть То есть, этот ролик объединяет себе Прошлое и будущее Прикольно Не знаю Кобра это самый крутой проект Который у нас был за все это время Я имею в виду, крутой по эмоциям Ничего столько не дает эмоций Что у нас было Куча всяких Всяких Всякой фигни И ничего не давало столько эмоций Сколько дает Кобра Кобра огонь Вообще Все само по себе Прям вот Идет в руки Колеса, которые мы не могли найти Нужных размеров Нашлись К Петропавловске и Камчатске Да, то есть мы Три дня назад мы писали генлинию Где я рассказал про Петроваловск-Камчатске Когда оттуда мы за 15 тысяч колеса гнали Блин, офигеть Это, наверное, будет первое видео Из последних На данный момент В котором нету рекламы Нашей автошколы Ссылка в описании И страховки не забудьте Ну, в принципе, все Да, по-моему, все рассказал На этом все Как-то так Всем пока Не забудьте про то, что Послезавтра выйдет Третья часть Эльнара И, естественно, мы ее выпускаем Не вместо какого-то ролика А мы специально выпускаем ее в четверг То есть основные ролики Как выпускались во вторник Так и будут выпускаться И помимо этого Бонусом для тех, кому понравилась Первая, а может быть и вторая часть Эльнара Я думаю, понравится и третья Не забудьте посмотреть Мы очень старались Честное слово Очень Все Темно уже Я, блин, тут не разобьюсь Когда буду спускаться с этой горки Ё-моё Я реально чуть Чуть не разбился Тут яма какая-то Что за фигня Ночь, да Просто очень плотный график Просто нереально плотный график Мы прям вот Мы стараемся Чтобы всем все понравилось Субтитры сделал DimaTorzok